Приветствую вас, друзья! Очередной выпуск программы Western News. Мы подготовили нашей дружной командой. Очередной тур западной премьер-лиги сыгран. Шестой тур это был. Давайте сразу обратимся к результатам. Тур у нас был немножко усеченный. Всего лишь 6 матчей вместо запланированных 8. Соответственно, 12 команд играло. Итак, давайте по порядку. В субботу было сыграно 2 встречи. В воскресенье 4 матча. Началось все, наверное, с самого сенсационного результата. Москва, имея в своем активе всего лишь 3 очка, неожиданно разгромила коллектив Руслана Ибзеева. 6-0. Никаких объяснений, честно говоря, лично я найти не могу. Спарта по составу была, в принципе, практически в оптимале. Лишь отсутствовал Павленко и Шереметьев. Да, это очень важные футболисты. Но и без них 6 замен. Каким образом Москва наколотила 6, не пропустила ни одного. Это, конечно, загадка. Матч мы не показывали. Поэтому, к сожалению, жалко, что нельзя на это посмотреть. Но, думаю, те, кто были на этом матче, безусловно, остались довольны увиденным. Отмечаем дубль в этой встрече Юрия Волоса. Ну и, безусловно, матч на ноль нового вратаря Москвы Евгения Костенко. Безусловно, это стоит отмечать. Дальше, чуть попозже, состоялся в 7 вечера матч Космос-ФКСП. Та же немножко неожиданный результат. 7-4. Очень много голов зрители увидели. Космос победил. Наверное, в самой победе ничего неожиданного нет. Если бы не факты, которые я вам сейчас назову. У Космоса не было капитана команды Вячеслава Епифанова. Он уже отправился на пляжный Кубок России. И поэтому, наверное, удивительно, что в отсутствии своего лидера Космос умирился забить 7 мячей. Особенно выделялись в этот вечер Дмитрий Голованов, который сделал дубль, отдал 2 результативные передачи. Ну и Максим Горбадей записал на свой счет 4 асиста. Это, безусловно, тоже прекрасный показатель. Я бы сказал, даже Гроссмейтерский, также у Максима гол. Вот такой вот субботний день выдался. Достаточно неожиданные результаты. Воскресный день, естественно, мы уже показывали. 4 матча было вашего внимания. Начинался эфир центральным матчем Тура. Мега Титан Атлантис. Две команды, которые, надеемся, все-таки сумеют составить конкуренцию Барсу. Эта встреча действительно удалась. Было здесь все. Безголевой первый тайм. 6 мячей мы увидели во втором тайме. Атлантис, традиционно, поведя в счете 2-0, упустил свое преимущество. Благодаря трем мячам Максима Казанкова Мега Титан вышел вперед. Но на 59-й минуте Максим Ромачников все-таки сумел очко принести, забив с пенальти мяч. И тем самым Атлантис и Мега Титан по очку набирают. Далее на поле Сетань Парка вышла команда ЛЧО и Мегаполис. Еще один сумасшедший поединок подарили нам команды. ЛЧО повел счетик в 3-0. Но затем Мегаполис умудрился выйти вперед, забив 4 мяча подряд. И если бы не Дмитрий Пестрецов, который забил в первом тайме 2 мяча, и на 56-й, на 57-й минуте в итоге еще оформил покер. Если бы не висели этого футболиста, ЛЧО мог остаться без очков. Атак 5-4, ЛЧО одерживает победу. Пестрецов герой, Пестрецов покер. Ну а Мегаполис, конечно, старт сезона проваливает. ЛЧО набирает важные 3 очка, потому что команда немного внизу турнира на таблице задержалась. Мы привыкли видеть коллектив Барамидзе все-таки в серединке таблицы. Следующий матч Кегли-Пантера. Давайте послушаем, что же нам перед матчем рассказал тренер команды, играющий тренером, возможно, еще. Это мы уже узнаем позднее. Алексей Черенков, который после первого тура пока что находится на тренерском мостике. Слово ему, его ожидания перед этой встречей. Ну, ощущение нормальное, приятное, ощущение того, что наконец-то опять настал выходной и можно сыграть. Но, конечно, есть немножко волнение из-за того, что все-таки Кегли – это уважаемый соперник, и нам будет непросто. Ну, вроде по команде смотрим, что выводы сделали после поражения Солчевого. И я думаю, что футбол будет интересный, как и весь тур, который я смотрел. Неожиданностей много. И я думаю, что все-таки не думай, а хочется и подарок сделать нашему руководителю, Александру Владимировичу Панову, который сегодня день рождения. И для себя перед тем, как уйти на каникулу, две недели перерыва, вот, хорошее настроение. А настроение хорошее – это только победа. Вот, я думаю, что ребята справятся. Смотрели матчи Кегли, разбирали как-то команду за эту неделю. Как вообще готовились к этому поединку? Ну, я смотрел, я разбирал. Ну, в принципе, из-за того, что у нас много людей добавилось, вот, я понял, что так такового говорить нет, просто на ошибки указали и сказали, что подружнее. Вот, один за всех, как говорится. А так, конкретно, мы свою линию будем гнуть. О Кегле здесь, в принципе, я могу сказать, что ничего такого сверхъестественного, но будет сложновато. Можно сказать, что оправдался прогноз Алексея Ченкова. Действительно, матч был упорный. Кегли неуступчивый соперник «Пантера» тоже этим коллективом хочет казаться, и в этом матче им это удалось. Уже на второй минуте Дмитрий Кораблин открыл счет. Кегли могли спокойно сравнивать и даже выходить вперед в первом тайме, но не везло команде катастрофически. В порядке был Бажанов, и казалось в какой-то момент, что Кегли так и останутся в этом день без голов, а Бажанов останется сухим. Но на 51-й минуте Леонтьев с пенальти все-таки размочил Бажанова, и матч закончится ничью 1-1. Наверное, справедливый ничья. Кегли не заслужили поражения. «Пантера» все-таки больше отбивалась, чем создавала моментов, и, наверное, ничья тоже справедливый исход и для «Пантеры». Но, безусловно, по 2 очка команды, наверное, потеряли и счетом недовольны. Ну а завершался игровой день матчем «Барс-Арсенал». Хотелось, конечно, здесь увидеть интрига, но была она жива лишь до 15 минуты. А затем Александр Панов, который в этот день праздновал свой день рождения, 4 мяча забил в первом тайме. Трик оформил где-то, наверное, минут за 5-6. Во втором тайме «Арсенал» пропустил еще 6 раз. И в итоге 10-0. Разгром полный. Панов в итоге забил 5. В концовке ему доверили права исполнить пенальти. Выделяем также Валерия Лихобаменко, 4 голевых передачи. Евгений Маришин, 3 передачи. Вот такой вот матч. Ну и, естественно, не могли мы не взять в этот вечер интервью у главного героя, главного именинника. До этого вечера Александр Панов рассказал, как же он выходил на этот матч и с какими чувствами этот матч для него прошел. Рядом со мной именинник, герой встречи. Какие только не хотите и пить, это сегодня можете подбирать Александру Панову. Александр, ну хороший подарок, наверное, сделала команда. И в первую очередь вы сам. Ну да, в этот прекрасный день для меня. Сегодня команда... Санчо, днём рождения, братан, Санчо. Спасибо вам. Вот, команда преподнесла себе подарок, хорошую игру. Во-первых, мы получили удовольствие от игры. Да, конечно, мы выиграли крупного. Арсенал, конечно, старался, сопротивлялся. Но понятно, что слабее нас. Но так получилось, что сегодня эфиричный должен был день быть. Закончена игра с этой командой, с слабым соперником. Вот, 10-0, я думаю, что вполне достаточно для этой команды. Вот, покуражились мы хорошо. Голы красивые все забили. Так что настроение вообще великолепное. Ну и день рождения на футбольном поле. Вообще много, наверное, подарков. Какие эмоции в целом? Ну, в принципе, классно. У меня почти 40 уже, а я ещё играю. Сегодня покер, ай, даже 5 забил. Вот, так что здорово. Говоря о том, что мы хоть и стареем на год, но всё равно футбол много нас объединяет, скрепляет. И радость есть в том, что есть ЛФЛ. Прекрасный стадион, где можно получить хорошие эмоции. Давайте обратимся к таблице. Здесь, как я уже говорил, Барс уверенно лидирует. 6 матчей, 18 очков, 100% показатель. Ну и на втором месте Мегатистан уже с отрывом в 5 очков. 13 баллов у корректива Игоря Кроткого. Затем Спартов и КСП имеет по 10. Вы сами понимаете, 8 очков за 6 туров. Такой быстрый отрыв удалось Барсу уже создать. Что же будет дальше, честно говоря, немножко пугает. Ну а затем уже идёт у нас плотность достаточно большая. По-прежнему без очков находится Внуков, который этот тур пропускал. Ну, Веер и Арсенал по 3 очка имеют. Арсенал, сыграв 6 матчей, оказался в зоне вылета. Веер также недалеко. Но, справедливости ради, у Веера всё-таки сыграно всего лишь 4 матча. Так что ситуация чуть получше. Бомбардиром Александр Панов после 5 забитых мячей сумел забраться на первую строчку списка бомбардиров с 11 уголами. Дмитрий Ратников в этот вечер забил дважды. Теперь у него стало 9 мячей. Ну и Дмитрий Пестрецов, который сделал покер, ворвался также в тройку лидеров. 7 мячей у Дмитрия. Также по 7 мячей имеет Агафошкин, который также в этом туре забивал. Ну и Казанков, который сделал хэт-рик тоже здесь, с 7 мячами. В споре ассистентов безоговорочное лидерство Ваярия Лихообаменко. 9 мячей. Ну и по гол плюс пас Панов. Также вышел вперед. 11 голов в результативной передаче, 13 очков. Но здесь очень плотная борьба. Казанков 12 баллов, Лихообаменко, Ратников по 11 баллов. Наверное, на этом всё. Тур был короткий, но весьма интересный. Поэтому, если у вас есть возможность ещё раз посмотреть трансляции в повторе, обязательно это сделайте. Ну а я, Павел Ботов, с вами прощаюсь. Завтра вас ждёт выпуск очередной программы на туре. Ну а в четверг, естественно, точнее в четверг программа на туре. Ну а затем в пятницу передача Western News предматчевая, предигравым туром тоже будет вашему вниманию. На этом всё. Всего доброго. До свидания. Увидимся на футболе. Субтитры подогнал «Симон»!